Ильчин Малим, добрый вечер. Добрый вечер. Мы видим, как Армения продолжает тиражировать фейки в информационном пространстве. С чем вы связываете новую диверсию армянских спецслужб, которые теперь решили взять прицелы на азербайджанскую общественность? Диверсия, дезинформация, пропаганда, ложные сведения, и распространение гибридной войны, и средств гибридной войны, и введение пропаганда национальной войны, это все не нау в отношении Армении к нам. Армения действительно, вот уже годами ведет против нас не только не объявленной войны, но и совершенно четко и ясно дает понять, что она настроена еще более распространить свое влияние в социальных сетях, и тем самым вести окончательно утвержденную гибридную войну с использованием всех средств, запрещенных, а также легальных. Но вопрос не в том, что армяне по натуре своей основной проживали, а вопрос в том, что некоторые наши несознательные граждане, особенно молодые люди, весьма охотно распространяют сведения, которые принятились в государственные войны, даже в социальных сетях. Они снимают перемещение военных, они снимают перемещение грузовиков за перепропасами, они снимают даже расположение воинских частей, и тем самым, совершенно не введая о том, что они совершают уголовное наказание преступлений. Они выдают государственный военный секрет в нашем Украине. Речь не идет о правах членов, речь не идет о правах выражения инфраструктурной доступности, речь идет о свободе самовыражения. В общем, даже в самых развитых демократических странах на этот счет действуют строжайшие запреты. Не могу судить о других странах, расскажу вам, как обстоят дела во Франции. Во Франции, если любой граждан снимает перемещение военнослужащего личного состава, особенно грузовиков за перепропасами и расположение воинских частей, то автоматически априори считается военным преступником. Ему грозит минимум 4 года лишения свободы. Украина тоже принимает закон 22 марта этого года. Президент Маладимир Зеленский подписал закон от номера 7189. Согласно этому закону, его гражданин в Украине, который снимает перемещение военнослужащих, воинских караванов, военных колонн, боеприпасов, особенно расположение воинских частей и символику воинских соединений, и тем паче, если на бронетельнике присутствуют номера расположения частей, то этому человеку грозит от 3 до 5 лет лишения свободы. Если он намеренно снимал это с целью распространения в социальных сетях, то его ждет 8 лет лишения свободы. В особенно тяжелом случае, если это привело к потерям среди личного состава, то этот человек лишает свободу на 12 лет. Во время Второй Карабахской войны было несколько случаев, когда после распространения видео, армяне путем вычисления геолокаций и осино-технологий выявляли точные, точнейшие координаты наших военнослужащих и наносили ракетные бомбы и артиллерийские удары по этим координатам. То есть, налицо активизация врага в социальных сетях. Не случайно, что буквально на днях служба национальной безопасности Армении на частейшем азербайджанском языке, без каких-либо арфапевтических, лексических и парфологических ошибок, распоряжены заявления, по сути, точнее, о том, что если граждане азербайджане предоставят такие видео, где фигурируют военнослужащие, воинские части, бронитехника с номерами, то они готовы заплатить 5 тысяч долларов и более. Это ведение агентурной работы, причем хоть топорной и примитивной. Но я опять же повторяю, в нашем законодательстве на этот шерк налицо огромные прежи и недостатки. То, что служба государственной безопасности занимается вклад на этим вопросом, это полдень. Необходимо создать законодательную основу для пресечения подобной противоправной и преступной деятельности, необходима особенная государственная структура, как в Украине, как во Франции, как в США, как в Великобритании, Германии или Виталии, которые вплотную будут заниматься выявлением этих тенденций, выявлением этих фактов и своим временем изъятием этих фото, видео и аудио. Иначе мы будем выдавать свои секреты по работам. Те люди, которые ради нескольких лагов в социальных сетях, особенно в ТикТоке, распространяют эти видео, сопровождают музыкальным сопровождением, музыкальным клипами, и надеясь на этом словить хайп, они или являются дураками, или же преступниками по натуре своей. Потому что они выявляют месторасположение наших воинских частей. Они выдают наши секреты, нашему злейшему браку. Это, конечно, эмоции, это эмпирика. Что касается законодательства, я еще раз повторяю, нужно принять необходимые законодательные акты, которые будут ограждать наше государство, нашу армию, наши военнослужащие от подобных добровольцев. Короче, конечно. Спасибо вам большое за ваш комментарий. Я напомню, к нам подключался Эльчин Алла Углы, главный редактор портала «Медляс». Продолжение следует...